Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. В России, что бы ни случилось, во всем виноват Путин и вся его шайка лейка, кроме думается одного. Как пишет газета Вести Вятку, у жильцов дома номер 2 по улице Юровской, несколько дней из крана текла желто-коричневая вода, причем как горячая, так и холодная. Сейчас уже все нормально, но вдруг такой повторится, опасаются жильцы. С другой стороны, к таким водным процедурам россияне должны были бы относиться более снисходительно, ибо не застрахованы от всей напасти, как сами признавались ни Дмитрий Анатольевич, ни сам Владимир Владимирович. Инфопресс С кем только областное УМВД не подписало соглашение о сотрудничестве. Однако есть, судя по всему, организации для Сергея Александровича Солодовникова, отношения с которыми он считает нежелательными. Как пишет газета Бизнес Новости, полицейские не стали подписывать отдельное соглашение с Ассоциацией защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области по объединению усилий в борьбе с терроризмом, исходя из логики, что предприниматели, мол, и так должны исполнять закон о противодействии мировому злу. Киоскеры же всего-навсего хотели формализовать свои отношения с правоохранителями, чтобы было проще работать, и посчитали, что отказ в таком случае не что иное, как последствия коалиции, полицейских с городскими властями, которые киоски, как известно, последние пару лет стали недолюбливать. Так или иначе, это было бы неудивительно, исходя из того, что Солодовников из полицейского на благодатной кировской почве уже давно превратился в политика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1913 году в Петербурге было создано общество защиты жизни в целях борьбы против самоубийств, причиной которых считали порнографическую литературу, сообщает в своем Твиттере главный специалист Государственного архива Кировской области Антон Касанов. И учитывая, какие сейчас принимают в северной столице законы, история действительно повторяется. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова